Дело в том, что в адаптивной физической культуре у нас проходит ежегодно большое такое мероприятие, как Спартакеадо, спорт без границ, где участвуют спортсмены, спорт слепых, интеллект, спорт глухих. И отдельно проходит Спартакеадо, буквально 5 июня будет спорт для лиц поражения опорно-двигательного аппарата. Там вывозится по делам 20-25 человек, и для того, чтобы нам выиграть, естественно, нужны деньги на страховку спортсменов, от несчастных случаев на заправку ГСМ, питание. А вот скажите, пожалуйста, для ваших воспитанников, какие эмоции они привозят с собой с таких соревнований? Есть у них желание ездить на соревнования? У человека с ограниченными физическими возможностями, в основном, он постоянно находится в сидении дома. Для него выезд в краевую столицу – это какая-то такая определенная радость. События. События. Этим людям необходимы выезды на соревнования, потому что они стараются, стремятся, вкладывая свои силы, превосходя свой физический, так скажем, недуг. Этим людям надо ездить. Так же, как и всем остальным спортсменам, особенно детям, которые хотят заниматься физической культурой. Потому что, когда ребенок занимается физической культурой, выезжает на соревнования, он в первую очередь отвлекается от улицы, от гаджетов, от интернета, от ютуба. И он занимается своим физическим, скажем так, воспитанием. Мальчик становится мужчиной, окрепнет. Девчонки тоже они малоценны. Смотрят за своей фигурой, стараются быть красивыми, целеустремленными. Смотрят за своей фигурой, стараются быть красивыми, целеустремленными.